Христос посреди нас, мои родные, любимые, и сердцу дорогие христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радости и веселья в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст, уподобиться Богу в Его, что любви к нам, то есть в любви как мы можем уподобиться? Если Бог нас любит, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга, поэтому всем я вам желаю в этой любви пребывать, подвязаться, возрастать и умножать плоды, плоды Святого Духа, первый из которых любовь друг к дружку, потом радость жизни, потом мир души и по возможности со всеми, ну мир с Богом, конечно же, и по возможности со всеми людьми Мир с Богом очень легко приобретается, святой жизнью, личной чистотой тела и души, душевных чувств, ну а по возможности со всеми, кротостью, а не тщеславием, смирением, а не превозношением над братьями и сестрами, над ближними, вот, обязательно, обязательно так надо жить У меня сегодня очередной вопросик, ну вернее, они были заданы достаточно давно, или недавно, как сказать-то, да? Я вот добрался, сейчас хочу почитать вам Почитаем, почитаем Пишет Александр Дима, здравствуйте, немного о себе, мне 65, с Богом я 6 лет, хожу в братство ЕХБ, ну, евангельских христиан-баптистов Как вы думаете, Дмитрий, правильно ли каждый раз просить у Бога благословений? Знаю, что в Ефесином 1.3 написано Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословит нас во Христе всяким духовным благословением в небесах Не оказывается ли просьба благословений молитвой неверия? Вот такой вот вопрос Я возьму его за фундамент, в принципе, проповеди Я сначала думал рубрики оформлять как ответ на вопрос Но все-таки я, по сути-то, просто буду брать вопрос Так скажем, как фундамент или как повод для проповеди Ну, когда я на лайве много отвечал Ну, я как-то формат немножко все время регулирую Все-таки, чтобы эти ролики как-то в плейлисты добавлять Чтобы они не терялись Вот на такие вопросы, когда я буду один брать сконцентрированную мысль Я буду просто говорить слово свое, как считаю Вчера я сделал запись на... Алексея писал о деторождении Об отношениях между мужем и женой Назвал ролик Там, в принципе, я... Жизнь-то, на самом деле, очень простая И там я, в принципе, на подобные вещи отвечал, да? И говорил Сегодня... Ну, сегодня, неважно, завтра там На канале Беседы Христолюбцев с Викой Выйдет ролик Мы читали послание Иуды Святого апостола Иуды Там я тоже немножко затронул этот вопрос Кому интересно, посмотрите нашу беседу В самом начале векуля задала мне вопрос Типа, давай помолимся Я сказал, давай не будем молиться А начнем сразу читать И мы немножко поговорили о молитве, в частности О молитве перед чтением Вообще о молитве и обращению к Богу Кому интересно, я вот такие два анонса сделал В принципе, вы уже должны были видеть эти ролики на канале Когда выйдет вот этот На беседах послание святого апостола Иуда И на лаве предыдущий ролик о деторождении Здесь то же самое Корень всех этих вопросов и недопонимания Очень простой Сейчас вот человек, вот вы видите Принадлежит к течению Евангелия с христиан-баптистов Кто знает, как я отношусь к конфессиям При этом человека Я ни в коем случае не хочу обидеть Но скажу то, что думаю Потому что все-таки Евангельские христиане-баптисты Хочешь, не хочешь Я так до сих пор не пойму Их там тоже сто тысяч разделений Кто там относит себя к протестантизму Кто нет Я уж там понять не могу Но в частности протестантское мышление Это беда, конечно Я сейчас не говорю, что Александр так мыслит Это я сейчас просто беру повод для проповеди Этот вопрос Спасен, не спасен Я беру два символа Мне очень нравится Либо плоскость Плоское мышление Все У плоскости две стороны Да, вы понимаете Есть фигура объемная Есть плоскость Вот у плоскости Две стороны всего Или черно-белое Я называю мышление Все Либо черное, либо белое Спасен, не спасен Ну жизнь Реальная жизнь И Евангелие Нам не говорит никогда об этом Они нам говорят абсолютно Об обратных вещах Жизнь многогранная Жизнь это движение Жизнь это взросление Жизнь это дерево Это укрепление Если мы примем простую Суть жизни Которую Бог не только нам В Библии оставил А еще и В мироздании Начиная с нашей семьи Где мы вот О детях там говорили В прошлом ролике Но там я не говорил Так немножко о возрастании Да И здесь то же самое И вот я Когда мы с Викулей Общались на беседах Ну за основу Вот у нас было Мое послание Иуды читали А вот поговорили Немножко об этом Почему я и анонсировал Этот ролик Потому что тема Очень сходная И там я немножко Высказался тоже по-своему Я может быть сейчас Где-то повторюсь Но я говорю Не по бумажке Вы знаете Не готовясь И поэтому все равно Где-то что-то будет Я не скажу Может быть то Что вчера сказал Вот поэтому Кому интересно Я просто вот анонсировал Эти два ролика Ну а сегодня скажу Немножко в другой форме Да Хотя помню Что вчера сам говорил Мы возрастаем Живой реальный пример Бог нас сотворил Бог сотворил Небо и землю И все бытие И нас создал Более того Создал-то нас По своему образу И своему подобию Мы рождаемся От плоских родителей По образу тому В принципе Как мы сотворены Богом Или рождены Как хотите Мы же называем Бога отцом То есть родители Да Поначалу дети Вот я там говорил Когда мы с Виколей Общались Да Поначалу дети Во-первых Это где-то На природном уровне В нас сидит Спрашивать разрешение Родители Родители Нас так воспитывают И мы действительно Спрашиваем И со стороны родителей Вы прекрасно понимаете Нельзя детям Все позволить В любом случае Мы их ограничиваем В любом случае С самого начала Они у нас все спрашивают Спрашивают Можно ли взять конфету Можно ли взять книжку Из библиотеки Вот Ну сейчас Не знаю У кого там в доме Есть шкафы с книжками У меня еще В мое детство Были конечно Сейчас многие ли держат Не знаю Пойти погулять Мы спрашиваем Разрешение Что-то купить Мы просим деньги Мы же не достаем Их из кошелька Хотя все грешные Наверное таскали У родителей Да Но я по крайней мере Копеечку бывал И подтягивал Признаюсь Каюсь грешник Вот Но вот именно Потому и называется Это воровство Мы подтягиваем То что ты должен был Спрашивать Вот То есть мы видим Что вначале Мы спрашиваем Все Мы просим Это же так естественно Мы еще маленькие Родители нас воспитывают И давайте сразу Перепрыгнем Все возрастные И возьмем Совершеннолетие Все Вот родители Родители даже сами Радуются Когда дети достигли Совершеннолетия Обычно Может быть У кого-то это празднуется Очень торжественно Да Что все Сын стал взрослым Дочь стала взрослым Все Отучилась Выросла По природе Стала половозрелой Да Способная К продолжению рода Отучилась Голова на месте Работать пошла Все Вот Человек состоялся Покажите мне родителей Которые хотят Чтоб дети сидели У них на шее До конца жизни Я буду сразу вам Показывать Писание И жизнь Никто не хочет Любые родители Здравые Я считаю В здравом уме И рассудке Памяти И в духе божьем Хотят Чтоб дети выросли И да Отлепится Всякий человек От родителей Своих И прилепится К своей Новой Новой Своей плоти В которой будут Едины Это же нормальное Желание Потому что Нормальные родители Желают своим детям Благо И понимают Что благо у них Будет Когда у них Будет еще Не только Родительская любовь А когда они Испытают Любовь Супружескую И любовь Познают Любовь Родительскую Материнскую Или отеческую В зависимости от Пола человека Естественно Поэтому родители Хотят вырасти И дать им Все это вкусить Потому что Как они это Вкусят Если они Не вырастут То же самое От нас Хочет Бог И опять же Это не я Вам говорю Иисус Цитируя Псалмопевца Говорит Псалмопевец Ничего нового Не сказал Вы дети Божьи Вы боги И сыны Всевышнего Сева Но дети Сыны И дочери Я Обычно Мне нравится Произносить Дети Потому что Есть и дочери И сыны Вы боги И это не только Псалмопевцы Знаете Как я отношусь К писанию Ветхого За это мы смотрим Только через призму Нового Сам Иисус Процитировал Это место 81 Псалом Вы боги Вы что не читали Никогда Я вот вам тоже Говорю Вы что не читали Никогда Новый завет Евангелия Хорошо Ветхие не читали Новый завет Иисус Говорит Вы боги Вспоминает Вы что не читали В законе вашем Написано Слово Было слово Бога В законе вам же написано Как было слово Бога к народу И не может нарушиться Вот это вот Слово Божие Действительно Вот это вот Потому что это Бог изрек Вот это написано Не может нарушиться Вы боги И дети Всевышние Все вы Да Бог никогда не состарится Бог не древний Бог не старец Бог никогда не умрет Тут немножко Я говорю Надо не забывать планку И полагать предел Смотрению на мир Тем более Мы живем в мире Греховном В мире зла В мире падшем Где мы Сейчас облечены Телом смерти Телом греха И проходим Первый этап жизни Такой Учите Первую начальную школу Потом будут дальше Этапы жизни Но вот этот этап Мы проходим Поэтому не все Мы конечно можем Проецировать С земли на небо Бог не умрет никогда И мы для него Всегда останемся Детьми И если в этой жизни Мы можем Мы сначала вырастаем Более того Приходит период Что дети ухаживают За своими родителями Как говорят Старчество Второе детство Человек становится Немощным Может быть По телу обязательно А может быть Даже и Кто Я говорю Почему называется Второе детство Не только что он Немощный По телу Как за ребеночком Ухаживают родители Он еще в год Ничего не может В полгода Это комочек Вот такой вот Что старики Становятся такими Люди пожилые Даже пожилые Тлан старики Прямо Или как это назвать Это уже человек Поэтому ты что По телу за ним Ухаживаешь По плоти Что Может вы знаете Многие Старости Как говорят Да Мы сейчас причины Не будем вдаваться Почему это Но все Спроецировать Наверх Мы не можем Вот Бог Никогда не постареет Бог никогда не будет Немощным И Бог никогда не будет Болеть старческим маразмом Да Но до какой-то степени Бог положил Первое наше познание Чтобы мы здесь учились Развивались Осознавали бытие И стремились К совершенству К совершеннолетия К совершенству И то В совершеннолетии Вот мне Исполнилось Восемнадцать Я что Умер что ли Или как фотография Зафиксировался И все И не шевелюсь Нет Я дальше живу Дальше развиваюсь Дальше Совершенствуюсь Наслаждаюсь жизнью Вот Радуюсь И веселюсь И люблю Бытие Божье Его творение Вот идет Наше Ну мы поняли Да И давайте посмотрим Этап Вспомните Потихоньку Как идет Я вот рассказывал По-моему Викуле Когда мы беседовали Папа мне в детстве В юности Он мне не разрешал Брать без спроса В кладовке Его вещи Я же пацан Мы же тоже там Что-то уже Мастерили Может быть вещи Не очень хорошие Рогатки всякие Стрелялки Что-то нужно было Напильник там У папы Какие-то трубки есть Что-то надо было Все Ножовочку там По стройкам лазили Но взять я не мог Хотя кладовка Без замка была Мы жили в квартире Лазили там И по частным секторам И по стройкам Но взять я ничего не мог Более того Он меня всегда ругал Когда я ложил не на место И делал это постоянно Каждый раз Когда я Если брал без спроса И если не ложил на место И более того Я должен был В принципе Всегда спрашивать Я это делал Либо как говорится Против его воли Да То есть нарушая его приказания Его заповедь Либо потому что его не было Либо потому что А мне очень надо было Да Либо потому что Я это делал умыслом Не покоряясь Папе Вот Я обязан был это делать Даже книги я помню Из библиотеки Еще маленькие То есть ты идешь А можно это взять А можно это А можно конфетку А можно апельсинчик Я помню В холодильник нельзя было Просто так подошел Хоп там И идешь что-то Нет Маленьким таким Потом я помню Ты растешь потихоньку Ты растешь К тебе Ты возрастаешь Не только по телу Но Бог дает И по уму Конечно должен каждый человек Возрастать Почему родители говорят Мозги-то есть Что делаешь И правильно нам говорят И мы друг другу говорим Ум-то есть Вот Ну тут разница между мозгами И умом Вот ум Когда ты зло творишь Надо говорить Ум-то есть А когда ты делаешь просто глупость Может она никому не вредит А ты мозгов нет Тут разум А тут ум Надо не путать эти вещи Вот это разум Все знание Она упразднится А умное сердце Доброе сердце Останется с человеком Навсегда И то оно и есть Это совокупность Его выборов Между добром и злом Вот мы возрастаем Ну и возьмите меня Когда я вырос Там я не помню Ну возьмем сейчас Мне 35 Папе Сколько там 65 То же самое там С друзьями даже Да Одно дело Вы там в детстве Еще ничего не понимаете И то Ну когда ты возрастаешь С нормальными друзьями С которыми вы уже Братья так скажем Да Побратались Как там Кровью Побратались Да Навеки Навсегда Все Или вот когда мы выросли Я помню уже с детства Все мое твое Как в христианстве Да Никто ничего своим не называет Ты уже можешь спокойно Ты разве можешь У папы В 15 лет Взять вот так ключи От машины С полки И пойти кататься Нет конечно Может тебе папа и даст Но ты должен попросить Где-нибудь там На даче даже Покататься Но в 30 лет Папина машина Твоя машина Твоя его Максимум ты спросишь Папа Тебе нужна машина Я там съезжу Потому что ты можешь взять А может ему там ехать Кого-нибудь спасать надо Да Ты только спросишь Если из этих вариантов И то Соответственно Если его нет Он на работе А машина стоит в гараже Я сейчас придумываю Некоторые вещи О некоторых из реальности Говорю И даже из своего опыта Да Ну а если там Отец на работе У вас 10 машин Может выражать Но это его Ты подходишь Берешь ключи И едешь Куда тебе надо Когда я вырос Я не спрашивал Мама Можно из холодильника Взять то-то или то-то Все что есть Ты живешь Все Ты уже здравый Мама понимает Что ты сам за собой следишь Ты не будешь обжираться Ты хочешь быть стройным Красивым Ты не будешь обжираться Ты не будешь себе портить аппетит Потому что ты понимаешь Что надо поесть Иначе ты работать нормально не будешь Ты не будешь килограмм конфет Лопать перед обедом Потому что тебе надо пообедать Ну а там с чайком Может ты попьешь Все Человек приходит в ум И Бог хочет Что мы стали богами Бог не жадный Бог не ревнивый Бог не завистливый Он хочет Чтобы мы были такими же как он И явил он себя В Иисусе Посмотрите какой он был Он Бог Пришедший в плоти А он ни над кем Не превзносился Более того Подтягивал их И делал Из своих учеников Призывал И делал из них Совершенство Красоту Этого мира Вот так вот Поэтому в принципе Если к этому вопрос И вчера Вот там про Дед Рождение И вчера Викулин Вопрос по сути получается О молитве Всему свое время Нельзя сказать Что это нужно Или не нужно Это может быть Это может быть Организационно Тоже важно Публично Тоже важно Всякое может быть Но бывает Это уже и глупость Может быть Когда я вырос Я уже не спрашивал Какую мне книжку взять В библиотеке В нашей Там В домашней Мама понимает Что я эту книжку Не выкину Не сожгу Или не пойду Из нее самокрутки Крутить В 15 лет В 10 А родители знают Что я эту книжку взял Для того Чтобы прочитать Аккуратно И поставить на место Когда я вырос Я сам Откуда брал Более того Я стал уже В эту кладовку В папину Свои инструменты Покупать Привозить Дорогие Или недорогие Там соответственно Какие покупал Какими обзаводился И тоже следил за порядком Все откуда брал Старался на место Чистенькое положить Все Вот чего от нас хочет Бог И конечно же Когда ты во многих вещах жизни Вот в частности Благословений В принципе В вчерашнем ролике Свекули Мы по сути Говорили тоже О благословении Ну или о просьбе Ну или о Божьем Расположении О Божьей воле Чтобы он там Нам открыл ум К разумению Писания И то это Речь идет же О христианстве Или допустим Ну о верующем Человеке То верующие Надо хотя бы договорить В кого можно В осиновый пень Вот верить Или в дерево Нет Верить хотя бы В Бога В живого Бога В какого-то Уже хорошо Вы помните Что сказано Я вам параллельно Вспоминаю Писание И из жизни Что все это у нас Вот так гармонично Складывалось Что сказал Бог Петру О Корнилии Сотнике Всякий творящий Добро Угоден ему Когда ты Понимаешь Тебе Открывается Через христианство Через еще что-то Может быть вообще Личное откровение До 2000 лет Тому назад Как пришел Бог на землю Иисус Христос Не было никакого Христианства Каждый верил И ходил в похотях Сердца своего После Христианство Далеко не везде Проповедано Где-то проповедана Такая ересь И настолько искаженная Что и христианством Это никогда Язык не повернется Назвать Каждый человек Познав истину В чем Что Бог Сотворил небо И землю Сотворил он это Единственно потому Что он есть Абсолютная любовь Абсолютное благо Абсолютное совершенство Абсолютное добро Все абсолютное Совершенное Совершенство Красота Счастье Все что хорошо Это Бог Все Я Его образ и подобие Ангелы Которых мы редко видим Может кто-то вообще Не видит пока Тоже обладают Свободой воли Тоже мог творить зло И мы Обладая свободой воли Хотя мы Ангелы не богоподобны Мы с вами Богоподобны Ну и они и мы Как мы понимаем Иначе дьявол бы не мог Согрешить Первый ангел Светлый И многие другие Значит какой-то Свободой воли Они обладают И мы тоже Все В этот мир Прекрасный мир Сотворенный Богом Хотя Бог тоже свободен И в теории тоже Может совершить зло Но он его не творит Потому что он Абсолютно совершен Хотя он Абсолютно и свободен Это антиномия Он благ Свободен Но зла не творит Хотя может Мы должны прийти В такой же В такую же степень Мы должны быть Совершенными И непорочными Пред Ним В чем? Павел пишет В любви В одном месте Иуда мы вчера Читали в радости Ну а в чем? Можно во всем добавить В мире В кротости В смирении В уповании В долготерпении Во всем Во всем Мы должны уподобиться Богу И уподобиться в чем? В совершенстве Это бесконечный путь Богопознания Это вечный путь В вечность В бесконечность Человек всегда Будет достигать Бога Всегда За гранью Перехода Смерти Как ее называют Нас не ждет Стационарная картинка Там будет движение У меня есть ролики О вечности И времени Это понятие Движение Это не разные понятия Время и вечность Это синонимичные понятия Означают Они в ячейке Которую можно назвать Движение Просто здесь Так как есть конец И смерть Есть слово Время Хотя это тоже Движение Там есть слово Вечность Где нет предела Где нет смерти Но это движение Мы будем Вечно возрастать В Боге Всегда Всегда Какой отсюда Вывод делаем? Ты когда приходишь В эту степень В это познание Ты уже понимаешь Что любое Твое доброе дело А доброе дело Это когда Человеку Приносит Твое дело Или твое слово Радость Счастье Мир Но опять же Об этом и тоже Я стараюсь Не забывать Никогда говорить Конечно Счастье ближнее Это не то Что я ему Что-то сделал Хорошее Потому что Мне это хочется сделать У меня вот там Как говорят В церкви Все пригоже Что дома не гоже Да У меня лишнее Я отдал Еще сделал вид Что я дело любви Оказал А сам только не знал На помойку вынести Или в церковь В собрание отнести Нет конечно Это действительно Когда ты что-то отрываешь Ну может быть и сверху А лучше вообще отрываешь Вот это настоящее дело любви Вот И конечно же Если человек желает себе Сам зла Потворство этому злу Это тоже не любовь Вот Ну примеров полно Самые банальные Да Себя курят Это не значит Что надо ему сигареты покупать Пусть сам себе тогда покупает Мало ли что они ему нравятся Ну нравится сам себе купить Ты понимаешь Что это вред для человека Вот этих вещей делать не надо Все остальное Все что действительно Не вредно для человека Вопреки его безумию Да И мы это добро Друг с другом делимся Оказывая какие-то Любовь Это действие Она в чем-то проявляется Вот Поэтому любое добро Которое ты делаешь Оно угодно Богу Просить на него благословения Действительно бессмысленно Действительно с утками Стоять на колени От того что завтра Поедешь в хоспис Там Служить кому-то Утки выносить Лекарства покупать Ну конечно же Это Когда ты приходишь В эту меру Это бессмысленно Я говорю Когда ты приходишь В это сознание Тебе Открыто Это простая истина Жизни Что Бог есть любовь Те образоподобие И что мы должны Творить дела любви Радости Мира Кротости Все Ты писание уже спокойно читаешь Тебе уже нечего Там молиться Я вот всем говорил Я ветхий завет Буду читать Я не буду молиться Перед роликами О чем мне молиться Открой мне истину Я ее знаю Мы на писание Будем смотреть Через призму истину Я не буду В ветхом завете В писаниях Искать истину Мы лишь эти писания Которые кто-то поискажил Кто-то благодаря Незнанию Этой истины У которого нет Этих Светлых Чистых линз Мы будем Эти просто Вот именно Ложь Зло Разоблачать И Эту истину Будем учиться Это И видеть Все Вот и все А истины Я ее знаю Зачем я буду просить У Бога Ерундой заниматься Какую там Мы еще истину Наковыряем Никакую К тому Что Бог Хочет Чтобы мы были Богами Я еще забыл Место Хотел вспомнить Помните Павел говорил Мы навыком Приучаемся К распознанию Добра и зла Ты сам Это делал Никак там протестантские Эти лжи В учении Я их терпеть не могу Бог все Бог все Сам делает Я ничего Бог во мне Если я Если я не имею Духа святого Да Бог Хочет Чтобы ты вырос Вырос Чтобы ты сам Это все делал Сам Бог не хочет Чтобы ты был Дауном Искалеченным Вот таким Вечно в коробочке Как я говорю 45 размера Покажите мне Таких безумных Родителей Которые Своего грудного Ребенка Засунут Заколотит Вот так Чтобы он там Рос Вот таким Бог хочет Чтоб ты сам Сам Бог тебе Все потребное Подаст для этого Как родители Все потребное Подают Но они не хотят Тебе до 10 лет С ложки Тебя кормить Да сейчас Ты не можешь Она тебе помогает Потом в ручку Вкладывает Ручкой помогает Бог хочет Чтобы мы Сами Выкиньте Эти закваски Лживые Почитайте Евангелие Павел говорит Что мы навыкам Приучаемся И это становится Частью нашей природы Мы раз кому-то сделали Ага И мы поняли Что мы просто Потворствовали прихоти Мы больше так делать Не будем Мы раз Принесли десятинку Два Принесли А пастор Через месяц На мерседесе На новом Приехал Так Это не добрые дела Я лучше Вот Я знаю Кому там нужно Мы навыкам Приучаемся И все И так во всем Абсолютно во всем Так Когда я читал Евангелие Я всегда молился Я всегда просил Господь Чтобы Господь Просветил меня Вот в Евангелие Действительно Молимся Просим Потому что там Истина И мы действительно Настолько порой Тупые И слепые Что невидимые Но когда она тебе Открыта Ты уже не будешь Молиться Господи Вот я сейчас Коран почитаю И открой мне там Истину Ты знаешь Ты можешь просто Из Корана Человеку Вот так По полочкам Раскидать Налево И направо Да Это у вас конечно Хорошо Это соответствует Истине Потому что в принципе Бог сотворил Небо и землю И просвещает Всякого Человека Пришедшего в мир Да Тут это Это соответствует Истине Но ты Ты ее познал И ты и мирила Теперь стал Мы все согрешаем И все можем ошибаться Поэтому тоже Не надо никому Никогда в голову С претензией Вбивать Что ты типа Вот истина Там в последней станции Ты для себя Емит должен Стать истиной В последней станции Потому что Бог в тебе Живой Бог Другим только Никогда не вбивай Лично в голову И публично Ты можешь говорить Все что хочешь У тебя на это есть А полное право Но когда ты Т-Т-А-Т С человеком Не вздумай Ему в голову Вбивать Что вот все Либо так Либо он Либо ты еретик Попытайся быть С ним в мире Каждый до чего-то Дорос Как Павел писал Помните В другом месте Вот именно К тем Кто способны были Просто имели Разномыслие Но способны были Иметь общение Он говорит Да Должны быть Между вами Разномыслия Только не разногласия Как вы орете Во все горло Вот А в другом месте Писал Тимофей Или Титу Кому там Я уж не помню Да Как раз Учителям Так скажем Что типа Если говорит Поняли Это хорошо Нет Живите в том Что достигли Нет И жаждите больше И алчите вам И это бог откроет Всему свое время Ты посмотри на него Может он еще младенец Может он еще отрок Может он еще юноша Может он совершеннолетний Но еще Все равно Молодой А может уже старец Перерос тебя Может ты не понимаешь Что он тебе еще говорит В этом плане Друг с другом Надо конечно же Быть с любовью И с милосердием Относиться Обязательно Вот Так что Вот вопрос Да Еще раз к нему вернемся Дело-то даже Не в неверии Просто если Это младенческий возраст Да Это нормально Более того Это хорошо Ребенок Который в 3 года Не спрашиваясь Лезет в холодильник Поедает А вот такие вот торты Это грех Когда взрослый Здравый человек Открывает холодильник Муж с женой И не спрашивает у жены Ее разрешение Покушать ее торт Который она для всей семьи Той приготовил Отрезает себе кусочек И с чаем ест Перекусывает В этом никакого греха нет Он как раз даже делает Дело любви Потому что Если он не прикоснется К этому торту Любимый обидится На него Что никто Этот торт не ест Он уже неделю Стоит в холодильнике Всему свое время Вот это вот простое Простое Вот опять Это истина Открывает нам глаза И ключ На многие понятия жизни И мы не будем Больше задаваться Такими вопросами Хочет ли Бог Чтобы мы сейчас Родили детей Да хочет Дети Это радость жизни Плод любви Хочет Хочет Что Бог Хочет Чтобы ты Сутки Простоял В молитве Выпрашивая у него Благословение На то что Завтра бабушке Огород Выкопать Попостишься Всю ночь Помолишься И с утра Встать не сможешь Потому что всю ночь Постился И молился И бабушка Осталась без скопанного Огорода Это же бред Бред Если ты читаешь Писание Уже познав Истины Просто Чтобы с людьми Этим делиться Вот ты делишь Я даже Прошлый сезон Вы помните Огородных проповедей Я даже перед проповедями Молился Но я зачем это делал Ведь вы помните К Иисусу обратились Научи нас молиться И он дал в образец Краткую Молитву Отче наш Которую чуть ли не в культ Опять возводит Там краткое Евангелие Просто Вот и все Я тоже в образец Давал краткую Простую молитву В этом году Я этого не делаю Разные просто показываю Дело не в том Что я в прошлом году Был младенцем Да Потому что я Не вы же меня учите И в прошлом году Я проповедовал Вот Это разные просто Уроки Вот и все Все очень просто И понятно Поэтому все Что ты делаешь На благо ближнего Если ты Имеешь чувство Живого Бога Если ты знаешь Что Бог живой Вот именно Что он с тобой Кто знает Мне объяснять не надо Что такое Ощущение Бога Когда ты не веришь в него А он живет в тебе Этого не надо рассказывать Когда ты греха Боишься Не потому что Бог с небес Тебя будет дубинкой бить А потому что Ты любишь святость Ты фанатик святости Ты боишься греха Ты ненавидишь грех Потому что это мерзко Потому что Твой отец Твой родитель Твой Господь Твой Бог Иисус Он свят Непорочен Чисто Ты будешь Хочешь быть Точно таким же Более того Тот кто В ноготе Перед ним ходит А не прячется За кустики Тут знаешь Что невозможно Грешить И быть с Богом Как ты Адам Скрешил Спрятался Стыд Все Никуда не денешься Поэтому Если ты не хочешь стыдиться Ты будешь жить Свято Непорочно Пред ним Во всем В любви к ближнему В радости Жизни В мире По возможности Со всеми Вот так вот Ну что Надеюсь Я ответил Я стараюсь отвечать Не частно А общим Потому что Действительно так Любое Добро Любое Благословлено Богом Любая радость В жизни Человека Бог тебе Ее дал Вот Я сижу Птички Поют Я благодарю Богу Бог хочет Чтобы я Радовался Следи Только за Собой Это не значит Что Со словом Много Все плохо Даже хорошее Пользуйся Всем Разумно Бог Творец Неба Земли Он Наш Родитель Он 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 как это у меня детей нет я почему-то эти вещи рассказываю посмотрите как родитель улыбается ну потому что принципе какая разница там дети или друзья или твои уже родители или посторонний человек или вот дети в моих друзей моих братьев сестер я вижу я же улыбаюсь когда они улыбаются когда они радуются и бог улыбается из хотите когда мы радуемся и у него всего с избытком и он не жадный я еще раз повторюсь он независливый добрый и абсолютно благой и совершенный вот так вот поэтому конечно же всему свой возраст и к сожалению в чем беда системе всегда говорил еще самый первый помню когда у них беседы были игры в чем проблема всех этих культов что ортодоксальных вот эти как как в первый класс всех посадили вот они сидят и вечно сидят там там уже переростки давно туда же попадают недоросли и все в одной кучке и думать что это круто это не круто в семье разные дети жена женщина рожает каждый в семье разные дети она не может сразу 100 родить и все и больше не рожать она рожает потихоньку ну да бывает двойняшки тройняшки там неважно суть мы понимаем семья там разные разные возрасты вот всех под одну гребенку снесут и все в этом вся беда и здесь то же самое зачастую вот эти споры ереси а читают там чет писание какого-то человека господи да ты посмотрел может это в 30 лет писал когда еще младенцем был они знать не знают когда он отписал у одного и того же человека действительно находят противоположные вещи но потому что мы люди мы возрастаем здесь нет ничего такого возведут этого человека в святость что в ортодоксе что даже протестантизма и потом сами на эти грабли наступают глупые грабли вы же сами сами заложниками своих лживых учений являетесь почему я то их разоблачание потому что они меняют что-то там или меня к ним какая-то не приедем нет принц был по барабану люди сами несчастливы от этого живут в непонимании в незнании знаете как здорово жить когда у тебя нет вопросов вот мне знают вопрос а у меня нет вопросов все а что такое отсутствие вопросов это полнота ты полон полон это счастье пустота это несчастье опять же образы да поэтому мы это же тоже любовь вот это открытие истины познание я что же до покаяния мыкался сколько у меня вообще в жизни было вопросов почему правда так 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 а теперь все вот это вот отсутствие вопросов делает тебя счастливым как и нестижание почему богатые все там начинают это опять как-то по-плоски вот богатый и ну как он может быть несчастным и у просто борется с собой да и вещи делают тебя рабом кажется у кого много вещей тот богат и вещи ему служит да нет это ты раб вещей possibility вечно надо их обслуживать поэтому богат не тот у кого много есть тот кому ничего не надо богатства не определяется колеса там того чего есть богатство определяется и или полнота того чего тебе не надо количеством того чего тебе не надо тебе не надо ничего то абсолютно полно богат все это же все так просто вот так вот ну надеюсь ответил более более масштабно творите добро на все это всегда есть благословение если уже выросли в тайной клете сердце своего в комнате вы можете не просить кто живет с живым богом вы ничего не спрашивайте я говорю вот ты едешь с папой на машине даже внутри тоже опять взрослый человек может уже рю папа твой уже в обратную сторону пошел старец состаривается ты есть что ты спрашиваешь полезли тебя в бардачок ну ты уже не спрашивать вещи выйти мне из машины ты взрослый человек в детстве спрашиваете все мам можно я выйду можно я окно открою но это же так понятно вот и все надо жить живой жизнь есть уже вырос да но пройти школу надо говорить об этом надо и частном характере по человеку суде и давать ему правильный ответ и в общем почему евангелие это для всех времен всех народов и всех поколений всякого возраста книга там иисус все наговорил ты сначала не видишь и а тебе это просто вещи чужды ты не понимаешь этого потому что просто еще пока не дорос до этого по мере возраста и жизни евангельской тебе все это открывается вот и все то же самое у детей потихоньку все это происходит ты же не сразу все выплескиваешь все в год ему рассказал все до высшей математики и все нет все идет потихоньку потихоньку я вот и сейчас сказал кому это будет непонятно кто-то как всегда меня там троллить начнет кому-то что-то откроется в общем у кого-то откроется сразу на множество именно вот этот ключ даст ему ответов сразу на десятки вопросов не только вот на этот или на подобные мая сразу еще это опять же уровень если пришел и мы должны делать и так и так и так ну вот так вот я с вами прощаюсь подписывайтесь на мои каналы на ю тубе пишите ваши комментарии мысли размышления если будет получаться проводить трансляции в прямом эфире я может и там что-то буду отвечать просто буду отвечать хотите в личку пишите если не хотите чтобы я озвучил ваш вопрос давайте так что все-таки вы тогда помечайте что это не для общего но я просто не вижу тут ничего какого-то сверх личного такого частного такие вопросы у каждого второго у христианин или вообще у человека я надеюсь я никого не обижаю что озвучивать такие вот если вы действительно какой прям уж и частные вопросы интимные как хотите задают просто до помечайте потому что из тех вопросов которые вы пишете и почему именно это помечайте а не наоборот потому что все остальные то я тоже много вопросов или просто письма с кем-то переписку ведем но я буду считать что интересно я буду озвучивать поэтому если вы реально задать какой-то вопрос и не хотите чтобы он прозвучал просто скажите об этом вот ну а так пишите под роликом пишите мысли размышления комментируйте интересно будет почитать послушать ваши мысли ставьте лайк если ролик понравился поделитесь и на ю тубе в социальных сетях с кем считаете нужным кому он может помочь сделать его счастливым через познание истины которая настолько в простоте просто иногда потом потом думаешь господи с какой путь пришлось пройти чтобы познать просто истины жизни но ничего всему свое время есть прекрасное состояние у всех возрастов никогда ничего ни о чем нельзя сожалеть с каким-то огорчением оглядываться назад всегда стремится вперед с радостью из песни когда это с весельем все всех я вас нежно целую крепко обнимаю прощаюсь до следующего ролика ну а заповедь иисуса по-моему я в роликах не раз вспоминаю но напомню еще раз любить друг друга по его образу его примеру его учения оставим нам в евангелие ну естественно вникая в себя прежде всего и в это учение и при гармонии этих этого камертона что вы слышите в сердце свое голос живого бога читаете в евангелии так поступайте пока пока